Аудитория и коридоры Казанского Федерального сегодня еще активнее. А все потому, что здесь проходят научно-популярные лектории про наука. О неисклидовой геометрии, квантовой механике и теории вероятности может узнать каждый. И каждый может узнать свой научный предел. Ночной предел это продолжение серии тематических научно-популярных интенсивов про наука в КФУ. Интерактивный образовательный праздник на этот раз прошел под флагом математики и IT в честь года Лобачевского в Казанском Федеральном. Люди, связанные с образованием, с наукой и не связанные с ним, должны знать, чем же эти ученые и чем эти преподаватели в университетах занимаются. В то же время мы должны сделать так, чтобы молодежь оставалась в нашей стране. Для этого нужно, чтобы наши университеты были достойно представлены как в содержательном плане, так и инфраструктурно. Посетить аудиторию Казанского Федерального, послушать научные лекции на простом, понятном языке мог каждый желающий. Насыщенная программа включала целых 36 разнообразных форматов обучения в развлечения. От турниров по киберспорту и сборке кубика Рубика на скорость, опытов, мастер-классов до кинопоказа, научных боев, квеста и полного погружения в виртуальную реальность. Для самых маленьких работал детский лекторик, где ребят познакомились с историей развития геометрии. Интересно. Я разобрал математические фокусы, теорию вероятности. Потом здесь очень интересно, потому что есть много всего другого. Там рассказывали о геометрии Лобачевского, о кротовых норах, о черных дырах. Я обошлась и без традиционного научно-популярного лектория. Перед гостями мероприятия выступили ведущие ученые Казанского федерального, а также представители Российской академии наук. Одну из лекций посетил и ректор КФУ вместе с почетными гостями. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.